Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите начало прохождения Сидмерс Цивилизейшн на последнем уровне сложности, на божестве. Вышли последние три лидера из дополнения Лидер Пасс, я провел голосование у себя в сообществе, вы видите его результаты, больше пяти с половиной тысяч проголосовало и 45% подавляющее, ну это не большинство, но 45% по сравнению с 25% за остальные проголосовало за Харальда, в общем-то за него будем и играть. Но с подробностями давайте разбираться. Напомню, что вместе с этим видео я выложу и сейв первого хода, ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии, там кстати и ссылка на рейтинг, точнее рейтинг на обзор Харальда, и чтобы у вас этот сейв заработал, у вас должны быть те же моды, что и у меня включены. Тут я поясню, смотрите, всегда когда я играю против компьютера, мне важнее всего, чтобы эта партия была вот больше всего похожа именно на, ну как вот в сети мы против людей играем. То есть, чтобы компьютер действительно был, действовал более-менее вменяемо и долгое время оставался конкурентоспособным. И вот всякие челленджи, наши попытки там что-то не делать, запрещаем, которые мы сами себе, это вот попытка сделать интересную игру. Потому что мне вот иногда предлагают какую-нибудь механику вообще убрать. Я могу придумать челлендж, в который я проиграю 100%, это ну, то есть дело не в том, чтобы сделать сложно, хотя и это тоже важно, а чтобы вот сама игра, вот взаимодействие с компьютерными соперниками ощущалось как реальное, как реальные действия на планете, понимаете? И, собственно, в этом и кайф цивы, в этом интерес, ну, лично для меня. А сделать просто максимально сложно, это мне, например, неинтересно. Я хочу, чтобы мне было и сложно, да, и чтобы, например, вот если я проиграю, я такой, блин, ну вот это да, вот, то есть, тут я типа не дожал, а не потому что мне там предлагают не пользоваться религией, не пользоваться еще чем-то. Ну, это же, ты просто вырезаешь механику, это не прикольно. Но, тем не менее, я, во-первых, сейчас играю без всех режимов. Варварские кланы, ну, случайные технологии, социальные политики, просто компьютер не умеет пользоваться, это слишком легкое прохождение делает. Варварские кланы, иногда компьютер не может с ними совладать, ну, и плюс это игроку бонус, потому что при разграблении их местоположения или при появлении новых городов-государств прохождение становится легче. Ну, и корпорации монополии, то есть, это дополнительный бонус, опять же, игроку. Конечно, компьютеры тоже ставят корпорации там, но у них и так на божестве слишком большие бонусы. А вот для игрока постановка фабрики или чего-то дает дополнительную выхлоп. Поэтому я сейчас без всех режимов, то есть, считайте, вот, оригинальная ванильная цива, ну, со всеми дополнениями, правда, без режимов. Дальше. На сложность Real Strategy AI, вот этот мод, он обновился. Мне опять в комментарии писали, что, типа, если ты пойдешь на депозиторий, на GitHub, на GitHub они разрабатывают Real Strategy AI, и там вот ту версию скачаешь, которую у них в тестах, то там еще сложнее будет. Интересно. Окей, я это сделаю, но как тогда мои зрители, которые хотят пройти со мной, как они будут играть? Я им буду должен объяснять, как им на GitHub идти? Нет. Но самое интересное, ну, тем не менее, Real Strategy AI недавно обновился, буквально вот несколько дней назад, так что это последняя версия. И вместе с ним мод, который я еще не пробовал, называется Late Game AI, то есть, искусственный интеллект в поздней игре. Причем он именно вместе с Real Strategy AI, то есть, он разрабатывался вместе с этим модом. Он делает так, что в конце игры, искусственный интеллект, во второй половине, скажем так, все еще начинает бороться на равных с игроком. Кроме того, тут еще добавлены две сложности Pro и Insane, но я их не хочу пробовать. Давайте мы на божестве попробуем. Потому что, ну, хрен знает, что они там добавили туда. Я вот, мне эти мододелы, которые добавляют что-то от себя, какие-то меняют механики, еще что-то добавляют, меня это всегда беспокоит. А вот если это чисто на то, что компьютер второй половине начинает действовать более-менее вменяемо и не так сильно отстает, это важно. Все остальное чисто на интерфейс, то есть, там, чтобы на карточках показывало, там, пины чтобы показывало. Это все как обычно, как юзер-интерфейс, быстрые сделки. И сейчас я опять никаких себе челленджей не буду ставить. Итак, по настройкам уровень сложности божества, вот покажу, что тут еще Pro и Insane добавлены. Даже не буду пробовать, божество, как и было. Против компьютера я люблю на быстрой скорости играть. Сетевая реально слишком быстро, стандартная слишком долго. Вот мне быстрая тут нравится, так что на быстрой. Карта Континенты, огромная в этот раз поставлю, 12 игроков. Опять мне пишут, когда уже военная победа. Ребят, я не считаю, что военная победа сложна в шестерке. Она не сложна, она муторна. Мне кажется, даже религиозная проще в этом плане, чем военная. Просто потому, что вам надо эти все столицы захватывать. Вы понимаете, что вы уже победили, но вам нужны вот эти ходы еще для захвата. И это просто, ну, это не проблема. Если вы дальше играете, ну, ладно, посмотрим, как тут будет идти. Что я заранее загадываю. Ну, просто сама попытка военная, она муторная. Я как представлю, что этим надо заниматься. Очень скучно становится, имхо. Возраст мира стандартный. Ну, короче, вот все стандартное стоит. Видите, все режимы отключаю, которые были. Есть вот настройки этого бонуса late game, искусственный интеллект в поздней игре. Причем, смотрите, написано, дает бонус туризма. Ну, я оставлю все включено, но тут вот написано, что дает игроку туристический бонус, чтобы сбалансировать высокую культуру у искусственного интеллекта. Честно говоря, а, это, наверное, они добавили, что... Просто в обычной, когда без этого мода, когда играешь, в принципе, туризмом можно победить. Легче, чем против живых игроков. Но здесь они, видимо, им добавляют бонусы во второй половине игры. И это становится сложно. Ну, ладно, в общем, так. Это дает искусственному интеллекту несколько бесплатных стратегических ресурсов по достижению определенной эры. То есть, если у них нет номер стратегических ресурсов, они у них все равно будут, я так понимаю, накапливаться. В любом случае. Обычный бонус сеттлеров, который им дается... Короче, тут все включено, оставлю. Значит, играем за Харальда Сурового. Против него ставим две... Тоже два новых лидера, которые с ним в паке были. Викторию эпохи паровых машин и Лизавету. Тем более, что... Это реально, ну... Английские правители. Когда-то викинги нападали на Англию. И, в общем-то, англы и саксы... Это племена викингов. Людвиг, за которого мы в прошлом сыграли, все равно... И тем более, Германия — это соседи Норвегии. И Хамурапи и Гильгамеша ставим чисто на науку. Кристину, как, опять же, соседку Норвегии, Швецию. И я решил пять цивилизаций случайными, чтобы какой-то хоть интерес был. Кого мы встретим, кто нам выпадет, кто против нас будет играть. Итак, еще раз напоминаю... Так, ну, наверное, давайте стартанем. Еще раз напоминаю... Сейв этой игры первого хода в прикрепленном комментарии. Спонсоры канала, кстати. Все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсором канала. Поддерживайте материально. Благодаря этому и хочется делать для вас видео. Давайте начинать. Ну что ж, очень интересно, где же мы тут сейчас паяемся. Но прежде особенности Норвегии и Харальда Сурова, который стал варягом. Варяжская стража. Скидка 75% на мобилизацию юнитов. Мобилизованные юниты получают культуру, веру и науку за убийство в размере 50% от боевой мощи противника. То есть нам надо идти через послов, сюзеренить города и плюс через деньги. Потому что, конечно, на мобилизацию меньше на 75% требуется, но, например, апнуть их надо будет за полную стоимость. Вот у венгров дешевле намного это все делается. Ну а это способность Харальда. А способность Норвегии Кнор. После завершения исследования судостроения ваш флот получает способность передвижения по океану. Корабли могут чиниться на нейтральной территории. Игнорируется расход очков перемещения на погрузку на корабль и выгрузку с него. То есть юнитами можно будет быстрее плавать. Вот видите, ушли дракары. Способность другого Харальда. То есть дракаров у нас не будет. Но и берсерки и ставкирка для всех норвежцев те же самые. Давайте смотреть, где мы появляемся. То есть мы не на море? Хотя, подождите, у Харальда, варяга, у него же, собственно, на море-то ничего и нет. Ну, типа берсерки по морю быстрее перемещаются и флот получается. Но, типа, вот прям, чтобы на воде... Это у того Харальда была возможность, что их флот... Его флот мог грабить прибрежные клетки. И там имело смысл появиться на воде. А здесь... Что... Гудбрандсдальслоген. Гудбрандсдальслоген. Никто так не хочет сына назвать? Гудбрандсдальслоген. Сейчас пойду посмотрю, что это за фигня такая. В общем, Гудбрандсдален... Это долина и географическая область в Фюльке-Оплан. Расположена к северо-западу от Лилихаммера. Кстати, столица Олимпиады 1924 года. И там течет река Логен. То есть, на самом деле, это должна быть река просто Логен называться. А Гудбрандсдальслоген, типа, река Логен в Гудбрандсдалене. Получается так. Ну вот, Леша географический. Так, ну, в принципе, это место неплохое. Я не ставил, что у меня тут новый мир. То есть, столько холмов. Правда, блин, я вот просто думал, вот смотрите, игра предлагает здесь поставить. И мне кажется, что надо с этим согласиться. Потому что нафига мне рядом с горой? А тут сразу три еды. Вот тут просто осталось, что тут еды практически нету. Блин, я бы, наверное, сюда все-таки поставил. Реально. Ну, место неплохое. Я смотрю, тут много чего собирать можно будет. На ближайшую реку. А что тут? Затопление. А, вот это. Из-за того, что рядом затапливать может. Так, ну, вы знаете, я начну с разведчика. Потому что вот этот мод, Лейт И.А. Он вроде как режет начальную армию компа. О, Окленд. Ну, конечно. Конечно, когда я не на воде, у нас обязательно Окленд будет. Который, кстати, и сам не на воде находится. Окленд просто дает производство принадлежащим вам клеткам мелководья. Но, в данном случае, и сам он не на воде, и я не на воде. Так, значит, это же животноводство. Но это не стратегический баланс. Имейте в виду. И тут вряд ли будут... То есть, шанс на то, что будут прям лошади и железо рядом средний. 50 на 50. То ли будет, то ли не будет. Вроде у Норвегии не прописано появление рядом с железными. Сушитьми. Так что повезет, будет. Не повезет, не будет. Так, международную... А где... А где руинки вообще? Извините. Так, а что я свою ружу не выключаю? Конечно, понимаю, что вы только ради нее приходите посмотреть. Но мне кажется, что я важную инфу закрываю. А Шенгетти, кстати, классная. ГГшка, она... Международные и внутренние торговые пути дают одну веру за каждого последователя, основанной вами, или доминирующей религии в этом городе. Ну, короче, на самом деле, очень много веры дают тогда караваны. И первым я ее встретил. А первым встретил, значит, мы пантеон сможем довольно быстро принять. Ну, я вот тут не вижу, честно говоря, какой-то прям пантеон, который маст хэв. Может, ладно, он сам эту клетку выкупит. Так, куда мы дальше пойдем? Какая-то пустыня. Вообще, конечно, странно. Норвегия без моря, да? Немножко необычно. Зато... Зато тундра наличит. Но это нормально. Только у Норвегии она должна быть, типа, с севера, а не с юга. Но, в принципе... Блин, ну тут пантеон кампус на плюс 4, да? Тут на плюс 4. Тут на плюс 4. И тут на плюс 4. Но ставить ради них города в пустыне будет, конечно, если вы не молись. Такое... О, есть лошади, зашибись. Прямо даже в границах. А не подошел бы сюда, не были бы в границах лошади. Кабул. Кабул, кстати, не первым встретил. Значит, кто-то уже есть у нас тут. Так, Кабул хочет военный лагерь. Окленд, торговый путь. Шенгетти, полководца. Блин, ну вот Окленд я смогу, наверное, выполнить. А остальные ребята, какие-то у них пожелания странные. Они хотят странного. Так, куда мы пойдем дальше? Блин, у меня вот, видите, ресурс роскоши такой себе рядом. То есть... Раз, два... Блин, а у меня город не влазит под соль, да? А если бы я не ходил сюда, то влез бы. Эх, фак. Наверное, горное дело. Наверное, горное дело. Этим скаутом вверх пойдем исследовать. Так, слушайте, а где племенные поселения? Мне... Где... Всякие прикольчики себе находить, спрашивается. Всякие реликвии, рабочих лишних. Короче, читить как вообще, если их нету? Гуд брандсдальт слоген. Не, ну это прикол какой-то. Почему ничего не находится? О! Прикольную анимацию, мне кажется, сделали. Так. Ну вот, видите, нету огромной армии, как обычно, на божестве. Но дальше у них будут бонусы... Ну то есть, посмотрим. Мы, собственно, и проверяем этот... Мод. Так, что-то как-то и Англия не на море. Это нормально? Так, ну давайте удвоенный опыт юнитом разведки. И бог-царь. Опять же, не очень понятно, какой нам тут пантеон... ...хочется взять. Ладно, сюда схожу сначала. И пошли международную торговлю открывать. Так, ну мы тут лошадей в первую очередь обработаем. Потом, наверное, пшеницу и, соответственно, цитрусовое. То есть, после горного дела надо... ...начинать... ...вплантации идти. О, а что ты в мою сторону ведешь? Город ставить? Я как бы... ...возражаю? Блин, реально, а где... ...хоть одну племенную по себе? Мы еще ни одну не нашли. Че-то не честно. Блин. Наверное, придется пшеницу и потом каменную кладку, потому что далеко... ...далеко до орошения через гончарное дело еще. Так что пшеницу и каменную кладку обработаем. Блин. Какой-то прикол от игры. А где... ...хоть одна? Пожалуйста. Причем вот сюда Англия явно не ходила еще. Прикол. Так, нет, я не буду пока лошадей продавать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, я хочу глянуть, что здесь, ничего, вот здесь. Не, слушайте, ну, как-то странно. Я вроде включал. Зачем, ну, не выключал племенные поселения, это сто процентов. Если кто параллельно со мной проходит, расскажите, как у вас их нахождение. Не, ну, это какой-то, ну, это странно. Такая территория огромная. Помните, за Людвига, когда играл, там даже компы рядом со своими городами не собирали иногда. А тут просто нету. Так, ну, нам надо куда-то... Блин, а сюда не влазит опять из-за... Вообще, Окленд, короче... Короче, Окленд надо забирать будет. Потом. Потому что... Блин, а с другой стороны... А у кого мы будем тогда армию нанимать? Блин, тут еще и не пройти. Вот я пока не вижу, как пользоваться этими новыми способностями. Харальда. Блин, ну я не хочу здесь ходить. И давайте сюда вернемся тогда, видимо. Ну и смотрите, какую огромную территорию я исследовал. И нету племенных поселений. Очень странно. Ну и какой пантеон брать? На каменоломни, так я их, скорее всего, убирать буду. Да и только каменоломень тут раз, два, три. А, подождите, престиж должен быть большой. Кстати. Ну как большой? Ну вообще, потрясающий и притягивающий есть. Но там только от потрясающего плюс два, если меня не изменяет память. От потрясающий и выше... А, плюс один. Плюс один. Плюс один. Так, геотермалок. Там вот где-то только, да? Да блин. Танец Авроры, легенды пустынь, священный путь. Да нет. Нету смысла. Может на реке опять взять? В прошлой игре брал на реках. Болот? Нет. Поймы рек в пустыне, оазисы и поймы. Пастбище. Ну тут одно я вижу вообще только. Ну два, ну три, ну мало. Наверное, опять речную богиню надо брать. Тем более, мы тут можем священное место рядом с горой поставить. Так что, видимо, да. К лечению от плантаций. Редких и бонусных ресурсов от лагерей нет. Речную богиню опять. Вторую партию подряд. Чё-то у меня даже карточка на удвоение опыта скаутом нифига не работает, потому что я ничего не нахожу просто. Я думал, что клей должен быть счастливым. Как-то странно в этот раз у меня. Занзибар не первым. Создать правительственную площадь. Какие странные пожелания у Занзибара. Так, ну вот видите, я могу всунуть только вот сюда. Ну или сюда. Игра предлагает тут поставить. Ну, вот сюда я всегда успею. Тут мне кажется... Или не стоит в сторону Англии. Я бы, конечно, сюда ставил скорее. Но нету смысла сюда ставить. Если бы у нас влазил куда-нибудь сюда город ещё, тогда да. А так как на пресную воду больше город не влазит, наверное, надо вот сюда ставить. Ну, конечно, пока сюда идём. Я бы, наверное, сразу ещё поселенцы делал. Мне кажется, тут ещё должны быть соседи. Ну, с этой стороны, я вижу, мы горами какими-то защищены. То есть наш главный соперник Англии, видимо, будет. Тут явно гора. Что нам туда перепрыгивать? Так, орошение открываем. Международную торговлю открываем. Ну, я не верю, что вы уже собрали все руинки. Просто не верю. Сильная засуха. С нифига. Вроде разработчики говорили, что всякие там засухи... Бураны, торнадо. Когда вы вырубаете... О! Первое! Просто первое! Когда вы там вырубаете леса, ну, когда вот... Как-то природу меняете, да? Тут вообще ещё никто ничего не делал. Почему уже засуха? Ну, что ж ты сюда встал? Так, золото от караванов. При создании морских... Наверное, даже море ещё не найдено. Ну, и торговца. Ну, как, не знаю. Найдено, конечно. Но тут вряд ли буду ставить города. Ну, давай... Блин, что я хочу? Рабочего хочу. Караван. Ну, вообще, можем в Окленд отправить, да? Он же хочет караван. Что, наверное, вполне нормально. Не будет скаут захватывать, потому что он... Хотя, чё я говорю, не будет. Он может... Из лагеря, который англичанин убил. Ну, обычный восклицательный знак над ними, если они убиты. Блин, ну, у меня бессмысленно немножко быть сузереном Окленда, с другой стороны. Он даёт бонусы, которые мне не нужны. Ну, а с другой стороны... Так, слушайте, мы двумя англичанками окружены. Прикол. А, нет, слушай, не окружены. Она вообще где-то... Далековато. То есть, она, наверное, реально... Вот тут... Я думал, тут она где-то. Кстати, лошадей можно и попродавать немножко. Давайте... Вот... За шесть вход. Я пока не планирую строить. Я даже ничего не открывал. На лошадей. Нарошение, мастерство. Ауч, тут что-то... Хулиганы с дубинками какие-то подходят. Блин, уже минус один. Уже Шеффилд на четыре вырос. Блин, может тут лучше поставить тогда? Давайте здесь поставлю. Это и ход лишний, чтобы не делать. И... Жалко, конечно, пшеницу. Но... Там потом с лояльностью разбираться неохота. С другой стороны, навряд ли здесь будут где-то еще ставить города. Жалко еще Окленд кофе забрал. Но я не думаю, что мы могли успеть. Хотя... Это... Хотя из-за нас, что мы отправили туда послов. Если кто не в курсе... Города, государства представляют все клетки, когда какие-то цивилизации в них послов отправляют. И вот сейчас мы выполнили задание. И, считайте, отправили посла туда. Так, как бы мне тут... Как бы мне сильно лицо не набили. Моему скауту. Да, ну... Будем союзить Окленд. И... Попробуем, собственно, воспользоваться его юнитами, чтобы напасть на Англию. Каменная кладка, мне кажется, не... Нет. Давайте астрологию открывать. Ни одного чуда не нашли, правда. Ну-ка, типа, стою, пускай проатакуют. У нас двойной опыт стоит. Скаутом. О! Я Лудвик в Байерн. Коениг Дизеланды. Коениг Дизеланды. Не знаю, мне все-таки нравится немецкий язык. Так, вот он откуда-то оттуда пришел. Так, кстати, вот с этой англичанкой можно и дружить, я думаю. Ну, сюда я всегда успею. Просто мне кажется, вот тут место более крутое для города. Что пойду туда. Ну, походу, походу, вот здесь у нас нету соседей. Так что нам реально надо вот эту Англию выносить. Собственно, чем мы и займемся за союзи в Окленд. Мне кажется, нам надо накопить какое-то количество послов. Иначе легко перекупается. Так, надо, наверное, строителя. Еще одного. Ну, вообще, я нашел всего одно племенное поселение. Так? Вот на такой огромной территории. И причем я уверен, что... Здесь, отсюда только Англия пришла, ничего не могла пропылесосить еще. И здесь Англия не бегала. То есть, просто с руинками не... Ну, короче, расскажите, как у вас. Вот так я пока встану, потому что через реку не должны убивать. Расскажите, как... Как вам повезло с руинками. Ну, с тем же сейвом, я не думаю, что вам должно сгенерироваться как-то по-другому. Да ладно? А, я просто плюс пять не стояла против... Точнее, надо было плюс пять ставить, а не вот то, что я поставил. Так. Ну, достроим рабочего. Надо вообще... Так, ну, это, конечно, офигительно тут встало своим. Надо прачников строить. Так, надо и нам, наверное, делегацию к ней отправить. Да, минус скаут, это неприятно. Неужели больше не будет никаких руинок? Прям не верится. Блин, мне бы, конечно, карточку... Вот, давай, значит, мы на ход отложим. Астрологию, походу, без ускорений придется открывать. Отложим строительство. С карточкой надо. Да, на один ход можно производство откладывать. It's okay. Inspiration is a mere read shaken in the wind. То есть... Ставлю создание юнитов. И, наверное... Строителей. Строителей. Ждите. Восемь. Не, наверное... Юнитов точно ставлю? А здесь, наверное, просто на производство поставлю. Пока. Так, на всякий случай выкуплю вот эту клетку, потому что тут, извините, у нас кампус на плюс четыре. А здесь... Либо здесь, либо здесь. Наверное, священочку лучше здесь поставить. Тут оно плюс четыре. Ну да, тут плюс четыре. Тогда, наверное, здесь центр коммерции. Вот так сделаем. Это красиво, конечно. И вот эту клетку сразу выкупим, чтобы город просто на ней рос. Так, дальше, наверное, пойдем соль обработаем. Вопрос только через пшеницу ли. Оставить заряд. Может, лучше пшеницу Сарсборгу обработать. Какую-нибудь вот эту. В общем, на соль в любом случае пока идем. Так, где тут варвары? Вот они. И... Три штуки, чтобы можно было апнуть три в лучники. И, соответственно, ускорить... Эээ... Ускорить технологии. Так, раннюю империю. Не, ну это что-то дешево. Ну и тем более я планирую на нее нападать. Зачем мне с ней... Торговать. Так, плюс пять не стоит, да? Так, я пока подступаю. Держимся. Да, ну поразительно. Короче, мне кажется, официально можно сказать, что вот на этой большой территории всего... Одна руинка была. И я уверен, что никто другой тут ничего не собирал. Ух ты, Людвиг обвил войну Елизавете. Прикол. Атакуем этого, чтобы прачником добить его. И попробовать добить. Так, ну пошли, наверное, туда. Обратно сбегаем. Ну он сейчас отступит, к сожалению. Видите, не получилось добить, а он сейчас отступит. Да. А, ну да, офигительно отступил. Конечно. Так, астрологию открыли. Но нам надо еще одного прачника достроить и будем священочку уже делать. Кстати, никто еще на пророка... О, уже идет пророк, между прочим. Уже кто-то на пророка читает. Кстати, мы уже накопили... Нет, не накопили. На поселенца. Но забыл, что это быстрая скорость. Где-то здесь надо будет город ставить. Причем не на пресной воде. И, походу, мне кажется, вот сюда. Раз, два. Блин, пока не дотягиваюсь, правда, до... До кампуса крутого. На плюс четыре. Вот сюда не хочется. Слишком много пустыни будет. И даже если мы Петру построим, то это как-то не... Наверное, сюда тогда. На камень тоже не хочу. Сюда, наверное, надо будет. Ну, опять же... Когда-то это не следующий город, точно. Следующий, наверное, сюда и потом сюда пойдем. Вот тут офигительные места я вижу. С горами. Так, ну, надо, наверное, идти с этим... С этим лагерем разбирать. Ну, что, может, в темный век выйдем? Выглядит так, что вполне можем. Я даже не буду с религией спешить. А тут ходов-то осталось девять. Еще два очка даже. Так, ну, давайте, наверное, стрельбу из лука пока откроем. Можно даже подождать и апнуть. Так, и начинаем священочку. Плюс два, да? Ну, и, соответственно, кампус тоже где-то тут плюс два. Может сделать сюда кампус, сюда священку, сюда центр коммерции. Правда, жалко, что так холмы забиваем. С другой стороны тут их и так дофига. То есть, в принципе-то город хорош с холмами. Ромашку где-то вот здесь можно. Можно будет делать. Либо мы тут поставим где-то здесь. Ну, да, наверное, надо сюда кампус, сюда центр коммерции и тут священку. Священка только плюс два, правда, будет. Ну, заодно сейчас построим, не получим зато очков эпохи. Чего нам, собственно, и не надо. Могли бы на плюс три построить и получили бы очки эпохи. И выйдем в обычный век. Так, пойдем пшеничку, как я и говорил. Так, а чего у нас Саразборг не растет? Не дело. Тут все растет. Не, ну, в принципе, места хорошие. Как говорится, есть где поселиться. Чего он тут меня преследует? Какой-то сталкер. Все равно как-то так необычно, что Норвегия без моря, да? Какой-то так. Река Глома. Ну, это, конечно, даже не рядом с Гудбрандсдальт-слогеном. Глома какая-то, фу. Глоукома. Реума, Эйвен. Вот обычные названия у Англии. У Норвегии. И жалко, Эй-Яф-Ядлояку для нету рядом. Я знаю, что это Исландия, а не Норвегия, но с такими названиями... Так, уже какую-то ГГшку захватили, несмотря на то, что армии-то небольшие у всех. Но они действительно начинают раскочегариваться. Может, все-таки этот мод нормальный? А, слушайте, тут не пройти вообще. Так, а как мы тут будем город ставить тогда? Ну, походу, придется на побережье. Надо будет как-то рассчитать. Так, этот тут у нас туда отступил. Так, нам еще как-то феодализм с шестью фермами неплохо ускорить. Надо лошадей, наверное, продать. Но я не хочу это и продавать. А тут дешево. Ну, значит, не продаем. А вход не хочешь нам? У него нету вход, да? Не, не буду. Это Елизавете не буду. Там Бристоль. Людвиг берет Бристоль. Вау. Если тут компьютер что-то у кого-то возьмет, я уже буду доволен. Потому что так редко видишь, чтобы они воевали друг с дружкой и что-то у кого-то реально брали. Так, из Сарсбурга буду отправлять. Смотрите, в Амане немец отправил Амани в Окленд. Ну, вот и куплю я армию здесь у Окленда и все. Он просто сразу перекупит и пакеда получается. Так. Так, а где мы тут будем ставить? Ну, тут священкомпион рядом с этой горой. Реально, возможно. То есть нам надо на реке и рядом с горами. Хотя еще лес, между прочим, соседство дает. Но опять же на реке надо. Не, ну мне вот это место больше нравится. Давайте, может, я даже выкуплю специально у Окленда. Или потом. Какие клетки Окленд будет присоединять, если в него посла отправить? Даже не знаю. Ладно, строительство мы делаем пока строителя. Я бросил игру в воздух. А, пусть буду в лучников. Какой-то ураган чертой категории был, пока мы гуляли. Так, в Нидорос. Караванчик отправлен. И дальше открываем. Наверное, железо надо посмотреть. Вообще, я бы, конечно, в центр коммерции в первую очередь шел. Так что, письменность тогда. Мне кажется, железо надо. Железо надо. Железо надо. Да, блин, опять засуха в этом же месте. Вот такое. Я считаю, надо три лучника, чтобы уже иметь. Так, слушайте, а он тут меня сейчас... В углу зажмет и будет тискать. Ну, как тискать? Камнем по голове. Вот такое. Два хода молитвы. До конца эпохи четыре хода. Мне два раза почитать, и будет пророк. Ну, нет, еще пророка. Тут вообще уже так прилично. Два нанято, а религия одна. А нанят... 1900-й. А, ну, прошлым ходом, походу. Может, еще не дойти просто до священочки. Большой бассейн, храм Артемиды. Ну, не Стоунхендж, не... Висячки, мне кажется. Так, а сколько у нас до ранней империи? Один ход, да? Может, просто отложить пока один ход и начать поселенцев строить? У меня не будет много веры на следующую эпоху, чтобы покупать поселенцев. Поэтому, да, наверное, откладываю. Вот здесь только... Строителя. Блин, Людвиг купил юниты Уокленда. А вот, смотрите, кинул в него... Это Амани, наверное, приехала. Так, тут меняю, значит... Плюс пять против варваров поставлю. А здесь создание поселенцев. Амани, видимо, приехал. И вот добавилась клетка. Как мне такая способность использовать, если у меня забирают юниты? Сейчас Людвиг пойдет против Англии их. Машины строения ускорили. Так, ну, берем... Подожди, Магнуса. Давай дисциплина три хода. Ну, мне надо трудовую дисциплину и политическую философию идти, в любом случае. Построим первого... Ну, берем Магнуса, короче. Берем точно Магнуса. Но просто первого поселенца мы... Без него, считайте. Типа, потратим жителя. Что ж поделать. Ну, идем с этим лагерем разбираться. Ну, выглядит так, что мы все-таки в темный век выйдем. Не вижу... Не вижу вообще... Что нам может этому помешать. Даже если кому-нибудь одну еще цивилизацию встретим... У нас еще два очка целых. Но это из-за того, что мы и руинок не нашли. Хоть какой-то... Но я бы лучше руинки нашел и из них достал там какую-нибудь... Этот... Реликвию там... Рабочего бесплатного. Так мы, получается... Не нашли руинок, не набрали очки эпохи с этого. И выйдем в темный век. Ну, вообще не радует, честно говоря. Так, возьму по холмам. Ну, да. Один ход остается. Это значит, что мы сейчас... В темные века... Сваливаемся. С грустью вынужден вам сообщить. Теперь Шеффилд. Не смог он Бристоль взять. Шеффилд теперь колупает. Считайте, проверим. Мюнхен, Кёльн, Айхен, Майнс. Нет, ничего не взято. Пять городов у Англии. Не, ну вообще так нормально, они... Для дураков латунь сияет так же ярко, как золото для ювелиров. Честно, кого на дураком считает? Как вы думаете? Какое предположение? Наверное, Людвига. Я на Людвига ставлю. Вряд ли это про меня. Античность для Норвегии. Это темный век. Стремитесь стать примером для всего мира. Ведите свой народ к славе. Он будет обожать вас. Обработку бронзы открываем. Столько тебе, что с железом. Чудеса, содержание юнитов, правительственная площадь. Железо есть. Ну, в общем-то, норм, да? В общем-то, норм. Сейчас, куда мы поведем, я подумаю. Я бы сюда сначала вел, наверное. То есть, вот этот город и вот этот город, ну, вот здесь, точнее. Тут компьютер сюда рекомендует, но я сюда поставлю. Это будет, наверное, в последнюю очередь. В первую очередь давайте сюда ставить. Те города, которые много дают. Наверное, даже отмечу, что мы сюда ведем. Прежде чем уходить на перерыв, да? Ну, да, наверное, сюда. Единственное, вот до этого камня не дотянемся. А, вот этот город дотянется. Нормально, да. Мне тут нравится. Какие-то города на море будут. И тогда раз, два, три. Три. Вот сюда город влазит, да? Рядом с вулканом, кстати. И вот тут, где лагерь варваров. Не знаю, надо ли мы сюда дальше в тундру ставить. Да этот уже выглядит так грустненько. Ну вот, предварительно расселение такое. То есть, в итоге, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На девять городов место. Это, кстати, очень даже неплохо. Но! Как мы будем там расселяться? Будет ли у нас у Окленда... Кстати, смотрите. Подождите, прикол. Взял, убрал отсюда Амани. Людвиг. Так что, вся армия Окленду, что ли, вернулась? Блин, жалко, что не посмотреть этого. Слушайте, это какой-то прикол. Он убрал Амани и, соответственно, потерял сузеренство. Я думаю, что армия Окленду вернулась. То есть, там были потрачены деньги и... В никуда. Ладно. Спонсоры канала продолжения могут уже поискать. В плейлисте. Ссылка на плейлист, на сейв первого хода, на обзор этих вот новых лидеров. В прикрепленном комментарии, в описании. Смотрите. Не забудьте лайкнуть, комментарии написать о происходящем. И как у вас прохождение проходит. Все. Для всех остальных продолжение завтра будет. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.